С вами Алена Полынь и сегодня мы будем говорить о самопорче. Для начала нашего разговора я буду, ну как бы важно будет прочитать именно письмо, да, как вариант того, как человек сам себя портит, потому что это классика. Доброго времени! Это письмо не мне, сразу скажу, что это письмо на просторах интернета и написано оно тем людям, которые занимаются разоблачением Алены Полынь. Тут очень интересно, именно с точки зрения порчи, самопорчи человека. Хочу поделиться своей историей пребывания и ухода из ИСВ. Пару лет назад наткнулась сети на материалы ИСВ, заинтересовалась, мне хотелось разобраться с собственной жизнью, понять причины неудачи. Обратите внимание, были уже неудачи, и она хотела разобраться с собственной жизнью. Это цель прихода в империю. Кстати, для многих, не просто познание, а именно понять в своей жизни многое, ну то есть уже были неприятности некие, неудачи. Взлом системы снес мне крышу. Обратите внимание на выражение «снес крышу». Эти выражения используются неспроста людьми, и часто смотрите именно на речь человека, те слова, которые он употребляет. Я была рада, что нашла человека, который так свободно говорит об альтернативном образовании, магии и ведовстве. Я методично изучала все материалы, размещенные на ресурсе ИСВ, с большим удовольствием занималась поиском и покупкой необходимых вещей. Карты, тару, минералы, свечи и так далее. В своих конференциях Алена предлагала легкие ритуалы, о последствиях не упоминала. Вот теперь будьте внимательны. Например, разговор на злословящего. «Соль в глаза тебе, имя обидчика, говно в рот». А я испробовала на одной своей коллеге. На тот момент, на тот момент я была уверена, что коллега злословит за моей спиной. Обратите внимание на фразу «на тот момент я была уверена». То есть сейчас она уже не уверена. В первую половину дня коллега меня обидела, и я решила отомстить. Прочитав ей этот заговор, уже вечером мои глаза были красными, но я списала это на смог над городом. То есть получила откат. По какой причине? По той причине, что в данный момент была виновата не коллега, а она сама. Это называется откат. Ну, о силе этого человека, о том, что у человека нет силы, понятно, потому что в данном случае не всегда даже откат бывает. Но ей он сразу пришел. В первую половину дня коллега меня обидела. А, это я прочитала. Значит, через некоторое время был отмечен парадонтоз. Кто сталкивался, знает, какая помойка во рту при этом заболевании. Но я списала это на весенний авитаминоз. Какая помойка во рту при этом заболевании. Вы слышите выражение? Не как плохо болеть, а какая помойка во рту. Ну, мы уже полностью практически раскрыли этого человека. Пойдем дальше. Через полгода я прошла посвящение. Вот теперь будьте внимательны. Сейчас сама самопорча происходит. Когда совершала оплату услуги, меня трясло. Я списала на волнение от чего-то грандиозного. Примерно в то время дочь Алены выпустила свой клип. Речь идет о Кристине. И у меня промелькнула мысль. Какая часть моих денег пойдет на красоту этой девочки? Дальше идет описание, что с ней случилось. Ничего хорошего, все хуже и хуже. Произошла самопорча. Как это произошло? Произошло это так, что человек, желая получить что-то от другого человека, подумал, куда пойдут эти деньги и затронул в этих своих мыслях еще и ребенка этого человека. В любом случае, если один человек слабее другого начинает негативно думать о том, его уже откатывает. Но она пошла в империю. Это и Грегор. Она сказала негатив. Не проговорила, в мыслях сказала. Для меня мысли – это та же речь. И в итоге получила самопорчу. То есть сама себя попортила. Это классический пример самопорчи. Я вам расскажу о других примерах самопорчи. Когда человек смотрит на известного человека по телевидению или еще где-то, и завидует ему, и начинает его за это проклинать и осуждать. Он также получает самопорчу. Когда человек лезет в те ипостаси, которые для него вообще непонятны, не хватает силенок еще, и начинает делать кому-то именно негатив. Он тоже получает порчу. Еще один вариант порчи, когда человек сам на себя, то есть постоянно думает, что у него должно что-то произойти, и тоже получает самопорчу. Можно ли снять самопорчу? Можно, но не всегда. Когда один маленький человечек идет на целый Грегор, то, конечно, самопорчу уже снять невозможно. В данном случае это классический пример, что человек изначально был в слабом состоянии, изначально пытался использовать магию только с целью мщения. Ее другое не интересовало. Такое у нищих духов часто бывает. Нищих духом. И, соответственно, в дальнейшем этот человек начинает даже при оплате, казалось бы, того, что для него так важно, думать о том, какая часть денег пойдет на ребенка того человека, кому он платит. То есть к какой мысли он шел изначально. На что бы я еще обратила внимание? Никогда, ни при каких обстоятельствах не надо платить тем людям, неважно за что, в ком вы сомневаетесь, для кого вам жалко средств финансовых, не надо этим людям платить. Потому что это обернется всегда негативом. Всегда. Пускай не самопорчи, но вы не просто так не хотите платить. Есть какая-то причина. Возможно, это человек вас обманывает. В данном случае, конечно, безусловно, мои дети находятся без защиты. Конечно, безусловно, такая мысль стукнула женщину по голове и без того слабую накрыла. И она сейчас продолжает заниматься самопорчей, когда пишет эти письма в группы, которые занимаются разоблачением Алены Полынь. Да уже разоблачите меня до конца. Уже разоблачили вы меня. Такая я нехорошая. Раскрываю всем правду. Горька. Трава Полынь очень горька. И вам будет в жизни очень горько за ваши негативные слова обо мне. Увидимся. Продолжение следует.